Чуть ближе. Во. Есть, да? Ну давай без остановок уехать. Бля! Так идет запись. Я ее потом поеду. Друзья, всем привет. Вы на канале Offroad.ua. На канале, где показывают настоящее бездорожье и настоящие гонки по бездорожью. А не то, как пару порклетников пытаются заехать на одну горочку. Если вы понимаете, о чем я. И постояльцы канала должны спросить. Э, что за фигня? А где Руслан? Ведь всегда этот канал вернул Руслан. Я вынужден объясниться. По мере роста канала уже все-таки больше 150 тысяч. У Руслана становится все меньше и меньше времени на то, чтобы снимать видео для вас. У него большие контракты с Мишелином, с Кока-Колой на рекламные акции. Даже есть информация, что зарубежный инвестор хочет зайти и построить целый завод Залупазов. И Руслан сейчас ездит в подарнице и ищет территорию для постройки завода. Поэтому сегодняшний выпуск буду вести я. Руслану нужен соведущий на канал. И он объявил небольшой конкурс. Поэтому это мой демо ролик для того, чтобы меня взяли на канал. И первый свой видеоролик, как соведущий канала Фроуд ЮА, я бы хотел сразу начать с приключений. Как вам известно, я строю УАЗики. Строю, катаю и продаю их в дальнейшем. Когда строю, когда продаю, я обещаю клиенту, который покупает у меня машину, пожизненный сервис. Я ему обещаю то, что где бы он ни был, чтобы не произошло с его машиной, я обязательно ему помогу. И сегодня, воскресенье, 28 марта, в этот теплый день, как раз произошла ситуация. Человеку, которому я продал УАЗ на БТРовских колесах, застрял в торфянике, пока тянул машину лебедкой, оторвал колесо, оторвал рессоры, рулевую тягу, пружины. Ну, короче, там жопа полная. Поэтому мы сейчас садимся в манипулятор, берем с собой набор ключей, несколько людей и будем его забирать сюда, грузить, ехать, доставать, везти на СТО, чинить и отдавать человеку машину уже в этом варианте. Поехали! И едем в путь. Ну, все, в принципе, это же... Все, закрываем? Да ладно, наступай. Так, все, мы ее запрыгиваем. И полетели на спасение. Погнали! По правде говоря, УАЗ на БТРовских колесах не полностью построил я. Я бы даже сказал, далеко не половину. Я там сделал процентов 20 работы. Покраска, лебедка, откапиталил мотор и там поменял сидение, грубо говоря. Ну, чуть-чуть навел на нее марафет. На самом деле построил его один очень серьезный человек. Отец и создатель этой машины. От простого УАЗика, который стоит у всех в огороде, до того, каким он стал красавцем, привел его в порядок такой Максим. И я сегодня думаю, ну, несправедливо было бы Максима не взять с собой. Потому что, как говорится, он мне его отдавал с тем условием, что если будут вопросы, ты всегда звони. Я его дальше отдал человеку. То, получается, надо брать и его с собой, чтобы соблюсти все. Поэтому мы сейчас едем за Максом. Создатель, всего большого. Залазь к нам. О, ты тоже оделся так, по-рабочему, да? Все, подоптали. Это Макс, это Андрюха, Андрюха, это Макс. Ух, ничего себе у меня места, пацаны. Вот это четенько едем. Я как раз еду, у меня, значит, проходит стажировка на Руслана канал. Со ведущим, понял? И вот это мое первое видео. Рассказываю, еду, что на самом деле не я создателем являюсь этой машины. И по-честному было бы... До Руслана канала, да? Да. На, серьезно. Ты не верил? Вот. И он объявил на конкурс на со ведущего. И много сейчас людей снимает видео, понял? То есть я не один, это пробное мое. Ты повозьмет, а еще не возьмет. Да, да, да. Я поэтому должен выложиться сейчас на максимум, чтобы... О-хо-хо, хорошо тут трякает, блядь. Вот. А тут произведен ремонт. Очень четенько. Что-то нам Костя скажет. Ну, здравствуй, Диван. По лесу, когда выйдем, сразу налево. По лесу, когда выйдем, сразу налево. Да, я встаю дорогой немножко. Окей, поехали. Да, поехали. Решил я идти впереди и следовать дорогу, потому что манипулятор вроде бы затрали на максимум, но баночка у нас не вступит вообще по земле трется. Ну, спецучасток проехали. Ну, все. Осталось только найти девуш-пациент, за которым мы приехали. Замечательно. Я думал, он там где-то черное, где стоит. Приветики. Пистолетики, красавчик. Эх. Ааа. Ну что, изучим ситуацию. Ага, осторожно, растяжка. Оу. Вот такие бироги. Давай смотреть на повреждения. Рессора. Рама. Колесо, видишь, давило в раму в этом месте. А, вы вот здесь, да, не прошли, получается? А, тогда раму согнуло. Да не мочи. Да. Ёлки-палки. Ах, братишка. За жопу и... Я сейчас сюда сразу заеду, прям отсюда. Ну, я сейчас заеду, да. Давай. Вот сюда заезжаем передом и потом задом выезжаем туда, к машине. Все. Разобрались, едем уже задом. У меня тут с собой наборы, как провести веселое время. Ровно, ровно руль, ровно руль, ровно. Так, ну, пока едем, и тут такая тишина. Я хочу сказать, что, когда ты снимаешь классный видеоролик, стараешься, сюжет, все, потом монтируешь. Но очень важно, чтобы человек пришел, посмотрел, ну, там, поставил лайк, написал комментарий, что нравится, что не нравится. Это, понимаете, обратную связь получить. Чтобы, как говорится, труды твои не проходили зря. Поэтому, пожалуйста, есть секунда, пока едем, ничего не делаем. Нормально, пацаны, взялись. Давай, 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 давай. Проходим. Проходим. Стой! Еще направо стрелу уводи! Стой! Ну, нормально разворотили, да, машина? Угу. Так. Ты так никогда не делал? Угу. Я тоже. Странно. А мне люди боятся машину свою давать проехать. Музыка было давать, бояться-то. Понимаете, да? Причем. Еще. Зафиксировались, подождали, подожди, подождали. Стоп. Давай, Телек, крути. Только медленно. А, еще засунь чуть-чуть главную вот эту штоку. Еще, еще, заводи. Ух. Все, машина упакована, загружена, привязана с тропами. Андрюха, выезжает. Все, я вам говорю, до свидания. Все, спасибо. До связи. Полетели. Андрюха, погнали. Все, теперь Макдональдс. Оп. Оп. Там далеко-далеко, где есть земля. Там Новый год, два раза в год. Вы поняли, да, к чему я эту песню пою, пацаны? Что мы с вами Санька Михалыч, а я кто-то. Ну, я кто-то из этой серии новой. Да пошел ты нахер. Я внутри УАЗика. Меня везут на манипуляторе. По ночному Киеву. Блин, красота. Катаемся. Балдеем. Мензик экономия. Итак, всем привет. У нас Новый день. УАЗик уже загнали на яму. Уже начали производить дефектовку. Пацаны говорят. Пацаны говорят, что можно приезжать и покупать запчасти. Вроде бы повреждений не так уж и много. Колеса, кстати, для нового УАЗа. Сейчас посмотрим, что происходит. На какие запчасти мы попали. Что стоила эта ошибочка. Красавец, во-первых. Значит, с этой стороны что? Здесь из самого страшного, то, что погнуло вот так вот на рессору. С поворотным кулаком, с редуктором все целое. Здесь из самых больших потерь, это, конечно, пугнутая рама. Ее немного туда загнуло. Получается вот так вот под изгибом. Из-за чего повело кузов, что у нас теперь не закрывается капот. Но тоже посмотрим, как с этим бороться. С этой стороны тоже все очень просто. С поворотного кулака отвалилась ушка. Мы ее приварили, чтобы машину загнать в бокс. И, в принципе, это все из повреждений. Получается поворотный кулак бортового редуктора. Получается рессоры 3, листа. И выровнять как-то раму. Это, в принципе, все, что есть у нас из повреждений по этой машине. Поэтому сейчас поедем со запчастями. И посмотрим, получится ли выровнять раму. Здравствуйте. Мне нужен рулевый наконечник на газель. Сейчас, секундочку. Я вам поясню. Здравствуйте. Разрешение? Да. Мы ходим без маски и снимаем. У нас полностью безлимит по всему этому рынку. У меня связи. Все. Капитально решаю. Ну, капитально. У вас есть какие-то, ребята, проблемы? С правами, может, в мрэо? Нет? Никому помощь не надо. Колеса подешевле. Валя, садишь? Есть. Есть. Напарить вам что-нибудь? Итак. Что у нас здесь происходит? Рессора приехала новая. Помеченная зеленым цветом. Это означает, что она точно с этой модели. Это ее серийный номер вот так вот обозначается. Если зеленая, то значит, что с этой модели. Новый наконечник. Там стоимостью 170 гривен. Кстати, что обошлось по стоимости ремонта? Рессора. От 500 до 1000 гривен. Наконечник 200. И поворотный кулак, который мы поменяли. Он стоит там от 2 до 3000 гривен. Примерно цена на улыбке. Грубо говоря, вот эта потеря стоила там 3500. По деталям. Ну и сколько-то по работе. Сейчас ставим рессору. Выденем здесь раму. И надо будет машинку проверить, чтобы все работало. Будем запускать. Как ты сюда-то летом? Ну да, сначала я, а потом я. А за эту держалась? Нет, за эту я не держалась. Я за эту держалась. Прошла неделя. Машина полностью уже готова. Мы ее едем отдавать гостям. Но перед тем, как ее отдать, надо сделать тут кругля по райончику. Посмотреть, что ли работает. Скоростя, то все. Понижай-ка, повышай-ка. Поэтому поехали катнем и отдадим машину владельцам. Ну опять та же история. Стой! Стой, стой, ты стол сейчас уронишь. Давай, давай, давай! Уже все, поехали! Обижай-ка, повышай! Просто посредь заднее колесо. Что оно там стильно укропит? Кирилл, 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 кирилл. Ууу! Пожалуйста! Кирилл поползет! Я блогерствую тут потихонечку. Существует... Существует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Держимся аккуратно! Поехали! Держимся! 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 Доброе утро! Держимся! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok